Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И если вы удивляетесь, что Бог собирается приобрести из истории, почему Он допускает порочность и несправедливость и страдания так долго, ответом будет, Бог собирается приобрести себе народ. Это Божья окончательная цель в настоящем веке. Теперь мы обратимся к третьей теме, положение основания. И название это будет «Через покаяние к вере». И я хочу сказать прямо в начале, не существует другого пути к вере, кроме как через покаяние. Любой другой путь, который претендует на то, что Он доставит вас туда, это обольщение. Истинная вера невозможна без покаяния. Позвольте мне теперь вернуться назад и коротко вам напомнить о том, что мы уже прошли вместе. Прежде всего, основание христианской веры, личное основание, это Иисус Христос. И каждый, кто хочет быть истинным христианином, должен строить свою жизнь на этом основании. И я предложил вам, что личная встреча Иисуса и Петра, когда Петр провозгласил «Ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого», это образец того, чему необходимо произойти в жизни каждого из нас, своим собственным личным образом. И я сказал, что существует четыре составляющих этого разговора. Номер один — это встреча. Иисус и Петр стояли лицом к лицу. Не было никакого посредника, никакого священника, никакого третьего лица между ними. Второе — откровение, данное Духом Божьим о вечной личности Иисуса. Не как Сына Плотника, но как Сына Божьего. Третье — Петр принял и признал это откровение. Он не отказался от него. Он принял его. И четвертое — он сделал публичное исповедание своей веры. И эти четыре момента, я верю, которые должны быть в основании каждой по-настоящему успешной христианской жизни. Встреча, откровение, признание и исповедание. И затем мы рассматривали один очень важный практический вопрос. Положив основание, как вы должны строить на нем. Из притчи о благоразумном и безрассудном строителя, которую рассказал Иисус, мы увидели, что строительство на фундаменте, прежде всего, состоит из признания Библии как написанного Слова Божьего. И Иисуса как живого Слова. И слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Итак, строительство на основании — это слушание и исполнение того, что сказал Иисус. Затем мы рассматривали авторитет и силу Слова Божьего. И я указал, что слово «авторитет» происходит от слова «автор». Итак, авторитет любой книги зависит от автора. И авторитет Библии зависит от автора. И автором является Дух Святой. Дух Божий. Сам Бог. Итак, у Библии авторитет Божий. И потом я указал, что у нас есть Слово в двух формах. Написанное Слово и личное Слово. Иисус — Слово Божье, ставшее плотью. И я связал это с вашим личным отношением к Библии. И я сказал, и скажу это снова. Вы любите Бога не больше, чем вы любите Его Слово. Вы подчиняетесь Богу не больше, чем вы подчиняетесь Его Слову. Если вы хотите узнать, какое место Бог имеет в вашей жизни, узнайте, какое место имеет Библия. Потому что они одно. Библия является написанным Словом. И Иисус — личным Словом. Через написанное Слово, личное Слово приходит в нашу жизнь. Теперь я хочу продолжить сегодняшнюю тему, обсуждая доктринальные основания. Мы смотрели на личные основания, которые есть Иисус Христос. Но Новый Завет открывает, что есть еще доктринальные основания. Это откровение, которое ускользнуло от внимания миллионов христиан. Но это очень ясное утверждение. Послание к Евреям, глава 6, стихи с 1 по 3. Мы посмотрим это место сейчас. Послание евреям, глава 6, стихи с 1 по 3. Там говорится, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству или зрелости, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Здесь есть две мысли, которые вам нужно связать. Прежде всего, необходимо положить основание. Если вы никогда не клали основание, вы никогда не сможете построить. Но когда вы по-настоящему заложили основание, тогда не занимайтесь перекладыванием его, но переходите к строительству здания. И это две взаимосвязанные мысли. Но вы видите, в Евреям, главе 6, стихе 1, там говорится об определенном основании. И это диктринальное основание христианской веры. И в него входят 6 положений, которые я снова перечислю. Номер 1. Обращение или покаяние от мертвых дел. Номер 2. Вера в Бога. Номер 3. Учение о крещениях. Номер 4. Возложение рук. Номер 5. Воскресение мертвых. И номер 6. Вечный суд. И если вы проследите этот список, вы увидите, что он берет нас с самого начального пункта христианской веры до окончательного завершения ее в вечности. И очень важно видеть, что христианская вера не кончается со временем. Она не заканчивается с этой жизнью или с этим миром. она берет нас за пределы этого мира, за пределы времени, в вечность. И я боюсь, что очень многие христиане сегодня едва ли имеют какое-либо представление о вечности. Они поступают и думают так, как будто бы все, что имеет какое-либо значение, собирается случиться только в этом времени. И фактически Павел говорит, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы самые несчастные люди на свете. Если у вас нет видения, которое берет вас за пределы этого настоящего времени в вечность, тогда ваше состояние достойно сожаления. И вы будете страдать от очень многих разочарований, потому что время — это не есть исполнение. Исполнение наступает в вечности. И поэтому эти шесть догматов берут нас из начальной точки, которая есть покаяния, прямо к воскресению и суду. Сейчас я хочу начать говорить о первом доктринальном положении. Это покаяние, или обращение от мертвых дел. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание на что-то. Очень замечательная вещь. Посланник евреям, третьем стихе, шестой главы, автор пишет, «И это сделаем, если Бог позволит». И сейчас вы можете спросить, почему бы Богу и не позволить? Конечно же, Он хочет, чтобы мы все двигались вперед. Я отвечу вам на маленьком простом примере здания. В любом большом городе цивилизованного мира, сегодня для того, чтобы построить здание, у вас должен быть план, и вам нужно получить разрешение от властей. И они должны одобрить ваш план, и затем они придут и будут инспектировать, этап за этапом, ваше строительство. И первое, что они по-настоящему будут проверять, это фундамент, потому что они знают, что если фундамент будет ненадежен, то и вся постройка будет ненадежной. И если ваш фундамент непрочен, они не разрешат вам продолжать строительство. И Бог имеет дело с вами и со мной точно таким же образом. Он говорит, «Я должен проверить твое основание, и если оно не положено в соответствии с моими требованиями, я не дам тебе разрешения продолжать». Ты можешь просто продолжать вечно на этой элементарной ступени христианской веры, никогда не взрослея, никогда не достигая совершенства, никогда не достигая наполнения, потому что ты не положил правильное основание. Итак, вы видите, как абсолютно необходимо, чтобы мы овладели этими шестью положениями, которые являются основанием христианской веры. И мы будем рассматривать сейчас первое. Обращение. Покаяние. Прежде всего, что такое мертвые дела? Большинство современных переводчиков говорят, «Дела и поступки, ведущие к смерти». Я не верю, что это правильно. Я верю, что мертвые дела — это все то, что сделано без веры в Бога. Все, что не сделано в вере в Бога, — это мертвое дело. Единственное, что приносит жизнь в нашу деятельность, — это вера. И вы, возможно, были прилежным прихожанином, вы, возможно, давали деньги бедным, вы, может быть, произносили молитвы. Но если это не было сделано в вере, это все были мертвые дела. Вам нужно обратиться от всего, что не было сделано в вере. Только сама вера дает жизнь тому, во что мы верим и тому, что мы делаем. Это вовсе не обязательно значит, что вы жили грешной жизнью. Но вы просто не были живы к Богу, потому что вера не пришла в ваше сердце и не принесла свет Божий. Теперь очень важно, чтобы мы поняли, что такое покаяние. Покаяние — это не эмоция. Я очень часто видел, как проповедники ищут того, чтобы привести людей в эмоциональное отношение и затем призвать их к вере во Христа. И очень-очень часто это приводит к разочарованию, потому что эмоции иссякают, и они остаются ни с чем. Поэтому помните всегда, покаяние, как оно определяется в Библии, это не эмоция, это решение. Оно не вырастает из эмоций, оно вырастает из воли. Если мы можем достичь воли людей и повернуть их волю, мы увидим постоянное обращение. Многие из так называемых обращений в церкви сегодня являются непостоянными, потому что они никогда по-настоящему не изменяли волю человека. У них было эмоциональное переживание, они были возбуждены. Может быть, они прекрасно себя чувствовали несколько недель или месяцев, или даже лет. Но в конце у них нет того, что требуется для того, чтобы продолжать этот путь, потому что их воля была не затронута. Вы знаете, что Библия написана на двух языках. Новый Завет на греческом и Ветхий Завет на еврейском. И каждый из этих языков имеет особенное слово, означающее покаяние. Но только если мы соединим оба языка, мы получим полное значение этого слова. Греческое слово в светских языках всегда переводится как «изменить свой разум», изменить образ мышления. Итак, прежде всего, покаяние — это изменение вашего сознания о том образе жизни, который вы вели. Я жил, чтобы угождать себе, чтобы делать свои собственные дела, но с этого момента я буду жить так, чтобы быть угодным Иисусу, моему Спасителю. Это решение. Как я уже сказал раньше, это не эмоция. Вы можете покаяться без всяких очевидных эмоций, но вы не можете покаяться без изменения своей воли. Затем еврейское слово. И это так типично для еврейского народа, потому что это очень приземленные, естественные люди. Они хотят знать, как это будет выглядеть. Еврейское слово, означающее покаяться, означает буквально повернуться в противоположном направлении. Вы шли в одну сторону, в неправильном направлении, с вашей спиной, повернутой к Богу. Теперь вы поворачиваетесь на 180 градусов, ваше лицо повернуто к Богу, и вы говорите, «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Итак, вы складываете оба эти значения вместе, и получаете полную картину того, что такое покаяние. И вера приходит только после покаяния. И все послание Библии состоит из следующего. Покайтесь и веруйте. Существует множество людей, и некоторые из них присутствуют здесь сегодня, которые борются за веру. И истина состоит в том, что вы не боретесь за веру. Вы просто никогда не принимали условия покаяния. Вы видите, что это первое из шести основополагающих положений. Если у вас нет этого камня на своем месте в основании, ваше здание всегда будет шатким. На протяжении многих лет я служил сотням людей, сотням христиан, которые приходили ко мне со своими личными проблемами. И на основании большого опыта я пришел к следующему заключению. По меньшей мере, 50% проблем, называющих себя христианами или настоящих христиан, являются следствием одного факта. Они никогда по-настоящему не покаялись. Они никогда по-настоящему не изменили свой разум. Они никогда по-настоящему не принимали решения. Они никогда по-настоящему не отдавались под господство Иисуса в своей жизни. Они по-прежнему думают о решениях с этой точки зрения. Если я сделаю это, то что это мне даст? А если я сделаю то, то что мне с этого будет? Когда вы покаялись, то вы так не думаете. Вы думаете, если я сделаю это, прославит ли это Иисуса? Если я сделаю то, прославит ли то Иисуса? И поэтому у нас есть множество людей, я думаю, что особенно молодых людей, но не только их, у которых двоятся мысли. А Библия говорит, что человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. У него нет твердого основания. Он не может построить прочного здания. И поэтому я попрошу вас, сидя на своих местах прямо сейчас, тихонько поразмышлять несколько секунд и спросить самих себя, было ли в моей жизни настоящее истинное покаяние? Или по-прежнему мои мысли двоятся? В понедельник моя цель угодить Иисусу. Во вторник моя цель угодить самому себя. Видите, у вас есть слова и для того мира, и для этого на самом деле. Вам лучше было бы уйти в мир, жить для себя, потому что вы двояко мыслящий человек. Вы разделенная личность. Теперь нам нужно продолжать говорить о природе покаяния. Есть одна притча, рассказанная Иисусом, которая является наиболее живой и совершенной иллюстрацией истинного покаяния. Это притча, которая нам известна как притча о блудном сыне. Кто-то сказал однажды, что ее нужно было бы назвать притча любящим отца. Вы помните этот рассказ в главе 15 Евангелия от Луки? Большинство из вас, конечно, знают ее. Второй сын в богатой семье решил получить все свое наследство от отца прямо сейчас, и с ним он ушел в далекую страну и промотал его. Он много грешил, и затем, когда он устратил все свое наследство, настал голод. Единственная работа, которую он смог получить, была кормить свиней. И вам нужно помнить, что он был евреем. И поэтому для него кормить свиней – это была самая низкая точка его падения. Без всякого неуважения к людям, разводящим свиней, мы ничего не говорим против них. Но так случилось, что для еврейского народа свинья – это животное, стоящее вне. И вот он в лохмотьях кормит свиней, голодный, желающий наполнить свой желудок рожками, которые едят эти свиньи. И вот что затем произошло. Стих 17, глава 15, Евангелия от Луки. «Придя же в себя, сказал, это точка, к которой вам нужно прийти, вам нужно прийти в себя. Это то, что я называю моментом истины. Вам нужно увидеть себя самих, какие вы есть на самом деле. Вы должны увидеть себя такими, какими вас видит Бог». «Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Итак, вы видите два элемента, потому что дальше Писание продолжает, что он встал и пошел к отцу. Он принял решение, и он обратился. Это покаяние. Принять решение и осуществить его. Пойти назад, к отцу, которого вы оскорбили, к Богу, который любит вас, говоря, «Я превратил свою жизнь в сплошный беспорядок. Я не могу уже управлять своей собственной жизнью. Я нуждаюсь в тебе. Примешь ли ты меня назад?» Чудесное в этом то, что сын планировал сказать отцу, «Прими меня в число своих наемников». Но когда он подходил к дому, он обнаружил, что его отец высматривал его. Я думаю, это так прекрасно. Это то, каков Бог. Когда мы начинаем обращаться, он высматривает нас и ожидает нас. Отец увидел его, когда тот был еще очень далеко, и выбежал, чтобы встретить его. Это то, как делает Бог. Это то, как мы нужны Ему. И он целовал его, и он никогда не позволил ему сказать последние слова, «Прими меня в число наемников своих». Он сказал, «Принесите лучшую одежду, оденьте ему кольцо на палец и сандалии на его ноги и заколите откормленного теленка». Вот результат истинного покаяния. Покаяние стоит того, чтобы быть так принятым Богом. Вот иллюстрация. Просто подумайте об этом на минуту. Он пришел в себя. Он сказал, «Я превратил свою жизнь в ужас. Я потратил все, что отец мне дал, но я приму решение. Я обращусь. Пойду обратно к своему отцу и скажу, «Прости». И он встал и пошел». Подумайте об этом. Это истинное покаяние. Покаяние в действии. Также может быть лже-покаяние, которое на английском языке мы называем сожалением. Иуда переживал это. Это описывается в Евангелии от Матфея, 27 главе. Стихи с 3 и далее. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаившись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И бросив сребряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Иуда сожалел, но он не изменился. На самом деле, я верю, что он перешел ту границу, где он мог измениться. И для меня это мрачная мысль. Люди в этой жизни могут перейти рубеж, за которым не смогут измениться. Я думаю, что самый важный момент в любой человеческой жизни это момент, когда Бог начинает иметь с вами дело по поводу покаяния. И если вы пожмете плечами и скажете, «Ну, мне это неинтересно, может быть, попозже», нет никакой гарантии, что Бог снова будет иметь с вами дело. Наиболее критический момент в любой человеческой жизни это момент, когда Бог говорит, «Покайся, я хочу вернуть тебя, я люблю тебя, ты нужен мне». Я рассматривал то, что я видел в людских жизнях и в Библии, и я пришел к заключению, что есть одна вещь, которая по-настоящему вызывает гнев Божий, и это презрение к Его благодати. Он бесплатно предлагает нам свою благодать, но если мы презираем ее, это вызывает его гнев. Существовал один человек, который отверг благодать Божию. Знаете, как его зовут? Исаф. И он описан в «Послании к евреям», 12 главе. Я хочу на минуту взглянуть на этот стих, потому что есть много Исафа в людях, подобных вам и мне. И мы должны быть осторожными, чтобы этот Исаф не принимал решений за нас. И вот что говорится в 12 главе «Послания к евреям», начиная с 14 стиха. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Заметьте это, что без святости никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который, как Исаф, за одну снять отказался от своего первородства. И у нас нет никакой записи или чего-то еще, что Исаф когда-либо совершал любодеяние, но его отношение к Богу, в Божьих глазах, было таким же плохим, как любодеяние. В чем состояло его отношение? За одну маленькую тарелку супа он продал свое первородство. Он обладал правом первородства, как первенец семья, и все наследство могло отойти к нему, но просто потому, что он был голоден, и он унюхал запах вкусного супа, который приготовил его брат Иаков. И эта картина очень жива для меня, потому что я жил среди арабов некоторое время. И они готовят абсолютно то же самое, что приготовил Иаков, суп из чечевицы. По-арабски они называют его шуроботедес, и он обладает самым вкусным запахом. Он распространяется по всему дому. Я могу представить Исафа, возвращающегося со своей охоты, уставшим и голодным. И вот он чувствует своим носом этот вкусный запах, и Иаков говорит, «Послушай, ты продаешь мне свое первородство, а я даю тебе поесть». И я предполагаю, что, как Исаф подумал себе, «Что хорошего у меня от первородства сейчас, когда я голоден?» Я сейчас просто возьму, что мне предлагают. И написано, что Исаф презрел первородство. И он вызвал сильнейший гнев Божий. И затем позднее, через пророка Малахию, Бог сказал, «Иакова я возлюбил, а Исафа возненавидел». И это очень печальная мысль. Если вы намеренно отвергаете благодать Божию и наследство, которое Он предлагает вам во Христе Иисусе, и вы отвращаетесь к какому-нибудь дешевому, временному удовольствию этого мира, вы вызываете очень сильный гнев Божий. И затем там сказано, продолжая эту историю, «Ибо вы знаете, что после того Он, желая наследовать благословение, был отвергнут, не мог переменить мысли Отца, хотя и просил о том со слезами». Греческий оригинал ясно показывает, он не искал покаяния, он искал благословения, но он был отвергнут, потому что он не смог покаяться. И я верю очень сильно, что в этой жизни человек может пройти мимо покаяния и не быть способным вернуться. И я настаиваю, это очень и очень серьезная мысль. Слишком мало говорится сегодня во многих собраниях и многих деноминациях о необходимости покаяния. Но без истинного покаяния не может быть истинной веры. У вас всегда будут шатки, то вверх, то вниз переживания. Сегодня вы верите, а завтра нет, потому что вы не заложили первый камень в основании, который есть покаяние. Решение воли, повернуться спиной к угождению самому себе и своему собственному пути и повернуться обратно к Богу и сказать, «Боже, вот я. Скажи мне, что делать, и я сделаю это». Это покаяние. Есть некоторые среди вас сегодня, которые никогда по-настоящему не покаялись. И я хочу предложить, что это является источником многих ваших проблем. Ваших то вверх, то вниз переживаний. Вы прекрасно себя чувствуете сегодня. У вас прекрасное собрание в церкви, и вы думаете, что это все чудесно. Но на следующее утро случается что-то еще, и вы снова внизу. Вы никогда по-настоящему не закладывали первый камень основания. Все, что у вас есть, это шаткое сооружение, которое однажды рухнет. Теперь я хочу сделать ударение на том, что покаяние должно предшествовать вере. Не бывает истинной веры без покаяния. И это подчеркивается на протяжении всего Нового Завета. В Евангелии от Матфея, главе 3, мы читаем о служении Иоанна Крестителя, который был послан для того, чтобы подготовить путь для Мессии, для Иисуса. И в чем была его проповедь? Одним словом, «Покайтесь». Другими словами, покаяние было необходимым условием для прихода Мессии. Покаяние приготовило путь для прихода Мессии. Пока Божий народ Израиль не прошел через этот опыт покаяния, они не были готовы для встречи Мессии. В Евангелии от Матфея, главе 3, в стихах с 1 по 3 говорится, «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Как Он приготовил путь Господу? Призывом Божьего народа к покаянию. И покаяние – это единственный путь, который мы можем приготовить для того, чтобы Господь пришел в наше сердце и в нашу жизнь. И затем, когда Иоанн закончил свою проповедь, Иисус Сам, в исполнении пророческих слов Иоанна, пришел, чтобы продолжить служение Евангелия. И сказано в Евангелии от Марка, главе 1, в стихах 14-15, «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Покайтесь и веруйте. Вы не можете по-настоящему верить, пока прежде вы не покаялись. Первое слово повеления, которое когда-либо сходило из уст Иисуса, это было «не веруйте, но покайтесь». Я помню, как я однажды был на собрании в Юго-Восточной Азии, где один проповедник проповедовал об исцелении. И он говорил очень красноречиво о Божьем плане и воле исцелять. И он процитировал некоторые из обетований об исцелении, но он не сказал ни единого слова о покаянии. И затем он пригласил людей вперед. У многих из них было идолопоклонническое прошлое, и у них не было никакого представления о том, что им нужно было сделать, чтобы принять то, что предлагает Бог. Я это знаю, потому что я участвовал в служении этим людям. Руфь и я вместе. И это было таким уроком для меня. Со всеми своими благими намерениями и своим убедительным языком он полностью запутал этих людей, потому что он дал им впечатление, что они могут прийти к Богу без покаяния. Он ни разу не упомянул слово «покаяние». Я говорю это не для того, чтобы критиковать проповедника. Я говорю это, потому что я выучил этот урок. И я боюсь, что есть множество людей во многих цитирующих Евангелие церквях, евангельских служениях, которые запутаны, потому что все, что им говорили, это о том, что Бог сделает для них. Но им никогда не говорили о том, что Бог требует от них. Первое, что Он требует, это покайся. Измени свой разум. Обратись. Повернись на 180 градусов. И повернись лицом к Богу и скажи, «Боже, что мне делать?» Я сделаю это. Это и есть покаяние. Теперь, если мы посмотрим на конец служения Иисуса, Его послание никогда не менялось. В Евангелии от Луки, главе 24, после Своего воскресения, Иисус дает наставление Своим ученикам. Евангелие от Луки, глава 24, стихи 46-47. И помните, что это после воскресения, незадолго до того, как Он покинул этот мир. И сказал им, «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Вы заметили последовательность? Покаяние и затем прощение грехов. Но никакого прощения без покаяния. И это проповедь, которая должна была начаться в Иерусалиме и должна быть проповеданной всем народом. Покаяние, затем прощение Его имени. И затем, когда возникла церковь на глазах у всех в день Пятидесятницы, когда было великое излияние Духа Святого, и великое множество евреев было собрано вместе, которые хотели знать, что происходит. И Петр взял и проповедовал эту знаменитую проповедь, написанную во второй главе книги Деяний. И затем, в конце, когда они были обличены, они спросили у Петра, «Что нам делать?» Это первый раз, когда церковь, как таковую, грешники спросили, «Что нам делать?» Позвольте мне прочитать это. Деяние, 2 глава, стих 37. «Услышав это, то есть проповедь Петра, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» Я хочу сказать вам, что если вы когда-либо приходили к моменту, когда вы искренне хотели знать, что хочет Бог, что бы вы делали, и вы хотели это делать, Бог никогда не оставит вас, в каком бы то ни было сомнении, относительно того, чего Он от вас хочет. Его трудность не в том, чтобы сказать вам. Его трудность в том, чтобы привести вас в то место, где вы хотите знать и делать это. И как скоро эти люди под настоящим обличением в грехах сказали апостолам, «Что нам делать, мужи-братья?» И Петр, как представитель Бога и Церкви, дал им ясный и точный практический ответ. Затем Петр сказал им, «Покайтесь». Что идет первым? Покаяние. Поехали. «Докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И это трехступенчатое обетование. Номер один – покайтесь. Номер два – креститесь в воде. Номер три – примите Духа Святого. И я не верю, что Божья программа изменилась. Я верю, что это точно то, чего Бог хочет от грешников сегодня. Я верю, что это послание, которое должна провозглашать Церковь. «Покайтесь, креститесь в воде и примите дар Духа Святого». И в местах, где проповедуется это послание, случается точно то же самое, что случилось в День Пятидесятницы. Люди каются, они крестятся, и они получают Духа Святого. Я много раз видел, как это происходило. Много раз, когда они выходили из воды после крещения, они были наполнены Духом Святым. Почему же мы должны разбавлять водой эту проповедь? У нас нет власти делать этого. Единственная власть, которая у нас есть, это провозглашать послание Нового Завета. «Покайтесь, креститесь в воде, примите Духа Святого». Когда мы даем послание, Бог дает ответ. Бог не изменился, и это послание не изменилось. Но во многих случаях эта Церковь изменилась. И позвольте мне сказать что-то, что, возможно, шокирует вас. «Но я не могу найти в книге Деяний и далее какого-либо человека, который претендовал бы на спасение от Иисуса без крещения в воде». Поищите, может быть, вы найдете. Потому что Иисус говорит, то будет веровать и креститься. Спасен будет. Какое право, вы или я имеем умалчивать слова? И креститься. Спасение — это веровать и креститься. И когда вы сделали это, вы кандидат на получение Духа Святого. И это послание Церкви, и оно никогда не менялось. И затем мы посмотрим на служение Павла, великого апостола-язычников. И мы увидим, как это записано в книге Деяний. Прежде всего, Павел обнаружил самого себя в Афинах, которые были очень интеллектуальным и долопоклонническим городом. И он закончил тем, что проповедовал жителям Афин. Я не думаю, что он привлек много внимания, делая это. Но он закончил там, где они захотели узнать, во что он верит. И он сказал им. Книга Деяний, глава 17, стихи 40 и далее. Говоря о всех временах, когда они жили в долопоклонничестве, в неведении о Боге, он сказал. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Это так ясно. Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Никакое место и никакой человек не исключается. Это Божье универсальное требование к человечеству. И он желает посмотреть сквозь пальцы на наше прошлое, если мы покаемся. Затем там говорится. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». И также обратите внимание на другую отличительную черту в проповеди апостолов, которая очень часто опускается. И Иисус является не только спасителем, Он также и судья. И Он также тщателен и умел в суде, как и в спасении. И если вы не встречаете Его как спасителя, вы встретите Его как судью. И опять, это так часто отсутствует во многих проповедях. Люди говорят о спасителе, но они никогда не говорят о судьях. Фактически, в своей проповеди афинянам Павел ни разу не упомянул слово «спаситель». Основное его слово было «судья». Я скажу вам, что люди будут вести абсолютно другую жизнь, если они не будут знать о том, что им предстоит предстать на суд Иисуса. И существует так много беззаботности и разгильдяйства в современном христианстве, потому что мы не осознали тот факт, что Иисус не только спаситель, но Он также и судья. Бог назначил день, в который Он будет судить мир в праведности. В чем состоит предмет суда? Это праведность. Как мы жили? Что за люди мы были? Это не вопрос динаминации или национальности, или социального положения. Есть только одно дело на суде — это праведность. И в первом послании Иоанна он говорит, «Всякая неправда есть грех». Это подобно тому, как если бы вы хотели узнать, что такое кривая. Я не специалист геометрии, но я просто покажу вам прямую линию и скажу, что все, что отклоняется от этой линии, является кривым. Это может отклоняться на 1 градус или на 90, но это все равно будет кривым. И всякая неправда — есть грех. «Все, что не является праведным, греховно». Третьего не существует. Я так часто наблюдал во многих верующих сегодня. У них есть что-то типа третьей категории. Это неправедно, но это и не греховно. В такой категории не существует Божьего мышления. Все, что неправедно, является греховным. И затем мы посмотрим на 20 главу книги Деяний. На описание Павла его служения в Эфесе, где он достиг наиболее великих результатов во всем своем служении. И он разговаривает теперь с пресвятарами церкви в Эфесе, потому что он собирается уже уезжать, и он говорит, что они уже не увидят его в этом мире. И там описывается его послание любви и беспокойства за этих людей. И он говорит в стихах 20 и 21 о своем служении в Эфесе. «Как я не пропустил ничего полезного». Я часто думал об этой фразе. Таким образом, как будто он говорит, «Я ничего не утаивал». Это подразумевает, что, возможно, был какой-то мотив не проповедовать всю истину, потому что это может стоить вам вашего социального положения. Если вы служитель динаминации, это может стоить вам вашего положения в динаминации. Если вы популярная фигура в обществе, это может стоить вам вашей популярности. Итак, Павел говорит, что я обдумал это все, и я решил, что ничто не будет влиять на меня в вопросе проповеди всей истины. «Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародный по домам». Мне нравится то, что его проповедь не изменялась. Была ли она при большом скоплении народа или на домашних собраниях? Это была одна и та же проповедь. Что это была за проповедь? «Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Что идет сначала? Вера или покаяние? Покаяние. Покаяние перед Богом. «Боже, я виноват, я был грешником, я жил своей собственной жизнью». Затем вера в Иисуса. Иисус, я верю, что ты занял мое место. Ты умер за меня на кресте. Ты взял мои грехи. Но у вас не может быть истинной веры в Иисуса до тех пор, пока у вас не было истинного покаяния перед Богом. Видите ли, Новый Завет так последовательный. Я думаю, что это то, в чем церковь должна покаяться. Что мы так часто разбавляли проповедь, обманывали людей, давали им лживое представление о том, что значит быть истинным христианином. Вы не можете стать истинным христианином без покаяния. Не существует веры без покаяния. Библия говорит, что всем людям повсюду нужно покаяться. Вы можете спросить, почему всем людям повсюду? Позвольте мне дать вам ответ из пророка Исайи. Исайя, 53 глава, 6 стих. Все мы блуждали, как овцы. Совратились каждый на свою дорогу. Видите, вот наша проблема. Мы не обязательно совершали убийства, или были идолпоклонниками, или украли что-то. Может быть, даже никогда мы и не солгали. Но мы все сделали одну вещь. Мы все совратились на свою собственную дорогу. А наш путь — это не Божий путь. Это одно является общим для всех нас, невзирая на наши динаминационные или расовые корни. Неважно, какого цвета у вас кожа. Но мы все пошли своим собственным путем. И затем там говорится, «И Господь возложил на Него, то есть на Иисуса, грехи всех нас». Это очень сильное слово «грехи». Что такое совратиться на свой собственный путь? Это грех. Это бунт. Это поставить себя впереди Бога. И вот почему Бог требует, чтобы все люди повсюду покаялись. Потому что мы все совратились на свои собственные пути. Мы все делали свои собственные дела. Мы угождали самим себе и вычеркивали Бога из общей картины. И Бог говорит, «Я приму вас и прощу вас из-за того, что сделал Иисус, если вы покаетесь». Это итоговая черта покаяния. Теперь я хочу сказать, что покаяние начинается с Бога. Все хорошее начинается с Бога. Мы всегда зависим от благодати Божьей. Без Его благодати, без движения Его Духа мы не можем покаяться. Это видно так и ясно из 79-го псалма. Псалом 79. Та же самая фраза повторяется три раза в этом псалме. В версии перевода, который я читаю, в стихе 4-м говорится, «Боже, восстанови нас, да высияет лицо Твое, и спасемся». Но где в переводе сказано, «Восстанови нас», еврейский оригинал говорит, «Поверни нас обратно». Другими словами, «Дай нам покаяться». И это звучит там три раза. В стихе 4-м. «Боже, поверни нас обратно, да высияет лицо Твое, и спасемся». Стих 8-й. «Боже, посиди нас обратно, да высияет лицо Твое, и спасемся». Стих 20-й. «Господи, Боже, посиди нас обратно, да высияет лицо Твое, и спасемся». Вы понимаете, что вы не можете покаяться, пока Бог не обратит вас. Обращение начинается с Бога. Вот почему это такой важный момент в нашей жизни, когда Бог начинает обращать нас. Потому что если мы игнорируем это и отворачиваемся, мы не можем покаяться, оставленные на самих себя. Мы зависим от Бога в инициативе покаяния. И затем в книге «Плач Еремии», глава 5-й, стих 21-й. «Плач Еремии» — это книга скорби Еремии о разрушении Иерусалима из-за его постоянного бунта против Бога. И там говорится, «Плач Еремии», 5-я, глава, 21-й стих. И в этом переводе говорится, «Поверни нас обратно». Это то же самое слово, которое используется в 79-м псалме. «Обрати нас к Тебе, Господи, и мы обратимся. Обнови дни наши, как древние». Это очень и очень серьезная мысль. Вы не можете обратиться, пока Бог не начнет обращать вас. Вот почему это такой тонкий момент в каждой жизни. Я знал одного молодого человека, который был моим другом в армии. Когда я был спасен, он был единственным свидетелем. Он знал об изменении моей жизни. И немного позднее, в той же самой части, я начал библейские уроки. Я думал, что я должен что-то делать. У меня не было никакого представления о том, как вести эти уроки. Я не знал, с чего начинать. Я думал, начну-ка я с Нового Завета. Откуда я начну? С первой главы. Итак, я начал с генеалогии Иисуса. И я продолжил. И мой кружок посещало четверо или пятеро моих служивцев. Это было в пустыне в Северной Африке. И затем этот мой друг, и он действительно был хорошим другом, подошел ко мне и сказал, «Прости меня, старик, но я больше не буду ходить в твой библейский класс». Я спросил, почему? Он ответил, «Потому что я знаю, что если я буду продолжать, я буду обращен». Многие годы спустя я встретил его в совершенно других обстоятельствах. И он был самым несчастным человеком, которого я когда-либо знал. И он умолял меня помочь ему, и я сделал все, что мог. У меня есть опыт в приведении людей к Господу, и я не смог помочь ему. Я помог его жене, она была спасена. Я не знаю, какой был его конец. Но что это было за предупреждение? Вы думаете, что вы можете обратиться, когда вы этого хотите? Вы можете сказать, «Бог, я занят сейчас, но приходи попозже». Но вы не сможете сделать это. Когда он хотел обратиться, он не смог. Я не говорю, что он перешел грань, за которой невозможно покаяние. Я не знаю, каким был его конец. Но что за урок это был для меня? Это не устраивало его в тот момент, когда Бог говорил к нему принять спасение. Когда же он хотел спасения, Бог не говорил к нему. Кто знает, как он закончил. Библия говорит, что есть только одна альтернатива покаянию. И это утверждается в Евангелии от Луки, главе 13. Первые два стиха. Служение Иисуса. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Очевидно, что Пилат убил их фактически во время того, как они совершали какое-то жертвоприношение. Вы думаете, что это будет зачтено им к их пользе? Но Иисус, отвечая, говорит им. Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамска и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Есть только две альтернативы. Покаясь или погибнешь. Это слова самого Иисуса. Мы сказали, что покаяние — это путь к вере. Давайте немного исследуем природу веры, и затем мы продолжим на следующем собрании. В Послании к Римлянам, 10 главе, 17 стихе, которое я цитировал вам раньше, говорится. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Это очень важный принцип. Вера, как она используется в Библии, означает всегда веру в Слово Божье. Она может прийти только из одного источника — Божьего Слова. У нее есть только один фокус — Божье Слово. Видите, мы можем сказать на современном английском, «У меня есть великая вера в моего врача», или «У меня есть вера в политическую партию», или «У меня есть вера в определенное лекарство» или «Диету». Это законно. Нет ничего неправильного в использовании этого слова. Но это не библейское использование веры. Вера в Библии всегда основывается на Слове Божьем. Все, что не основывается на Слове Божьем, не является библейской верой. И затем в послании к евреям в 11 главе у нас есть определение веры. Я думаю, что это единственное слово, которому Библия дает определение. Я не могу вспомнить другого слова, которому Библия дает определение. И в Евреям 11 главе 1 стихе говорится, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого». Итак, есть взаимоотношения между верой и надеждой. И я обнаружил, что множество людей имеют надежду, думая, что они имеют веру. Вера — это здесь и сейчас. Надежда лежит в будущем. Вера — это сущность. Вера — это то, что реально, в наших сердцах. И на основании веры мы можем иметь законную надежду на будущее. Но любая надежда, которая не лежит на законной вере, это просто принятие желаемого за действительное. Но помните всегда, вера — это нечто существенное в нашем сердце. Она прямо там, прямо сейчас. Послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих говорит, «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». Заметьте, библейская вера не в разуме, она в сердце. И затем Павел продолжает, говоря, «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». В Новом Завете вера — это слово, означающее действие. Это не неподвижная вещь. Это не означает занять интеллектуальную позицию. Это что-то в вашем сердце, что ведет вас к чему-то новому. Вера — это глагол действия. Верой мы верим во спасение. Вы можете иметь умственную веру и никогда не измениться. Вы можете принять все доктрины Библии умом и остаться точно таким же. Но когда вы имеете веру в сердце, она ведет вас к спасению. Вера в настоящем, надежда в будущем. Вера в сердце, надежда в разуме. В первом послании фессалоникийцам, пятой главе, восьмом стихе, Павел говорит об обоях, и он использует очень интересную картину. Первое послание фессалоникийцам, пятая глава, восьмой стих. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Вы обратили внимание на то, что здесь присутствуют два предмета военной амуниции. Вера — это броня. Что защищает броня? Сердце, правильно. Но надежда — это шлем. Что защищает шлем? Голову. Правильно. Вера в сердце, надежда в разуме. И теперь, надежда очень важна, потому что каждый истинный христианин должен быть оптимистом. Если вы пессимист, фактически это отвержение вашей веры. Я определяю надежду следующим образом. Уверенное ожидание хорошего, основанное на Слове Божьем. И каждый из нас, кто является истинным верующим, имеет уверенное ожидание будущего, потому что не имеет значения, что случится в этой жизни. Мы будем с Иисусом Вечным. Если это ваша надежда, вы можете быть в депрессии, вы можете быть подавлены, но вы никогда не сдадитесь, потому что у вас есть надежда. Надежда, которая основывается на вере. Затем мы возвращаемся к 11 главе послания к евреям, чтобы посмотреть на большее количество утверждений о вере. Это чудесная 11 глава послания к евреям. Великая глава веры. В третьем стихе 11 главы говорится, «Верой познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое». Очень важно понимать, что вера связывает вас с невидимым. Вера не основывается на том, что мы видим. Вера ведет нас за сферу чувств, сферу невидимого. И во втором послании к коринфянам, пятой главе, в седьмом стихе Павел говорит, «Ибо мы ходим верою, а не видением». Обратите внимание, что это две альтернативы. Когда вы видите, вам не нужно верить. Вы нуждаетесь верить только, когда вы не видите. Итак, Павел говорит, что мы ходим верой. Мы не ходим тем, что мы видим. Мы ходим тем, во что мы верим. Я вспоминаю двух сестер Лазаря. Иисус сказал Марфе, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Видите? Итак, что идет сначала? Вера или видение? Вера, правильно. Так много людей говорят, «Когда я вижу, я поверю». Нет, это неправда, потому что, когда вы видите, вам не нужна вера. Вам нужно веровать, когда вы не видите. Мы ходим верой, а не видением. Я встречал так много людей, которые говорят, «Если бы я только мог увидеть, я бы поверил». Но это неправда. Вам не понадобится верить тогда. Вам нужна вера, когда вы не можете видеть. Мы ходим верой, а не видением. И затем я хочу сказать, что на языках оригинал, и еврите, и греческом, первоначально, вера не является вопросом доктрины. Это вопрос характера. У нас сложилось неправильное представление в нашем евангелическом мышлении. У нас есть тенденция говорить о вере как об интеллектуальном принятии определенных доктрин. Прежде всего, вера — это вопрос характера. Это правильный перевод еврейского слова «эмэна» и греческого «пистис». Оба эти слова, прежде всего, означают верность, преданность, посвящение. Иисус сказал Своим ученикам, «Но вы пребыли со мной в напастях Моих». Это вера. Это пребывание с Иисусом. Это личное посвящение личности. Вера связывает нас с Иисусом, как с нашим первосвященником. Когда мы исповедуем это. Послание евреям. Третья глава, стих первый, говорит. Итак, братья святые, участники в небесном звании, вы разумеете посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Помните, это важно. Иисус является первосвященником вашего исповедания. Если вы исповедуете Его, тогда Он ваш первосвященник. Если вы безмолвствуете, Он не может им быть для вас. Вот почему важно исповедовать свою веру. И затем посланник евреям, 4 главе, 14 стихе, говорится. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего в небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. В Евреям, 10 главе, 21 стихе, говорится. «И имея великого священника над Домом Божиим, стих 23, будем держаться исповедания упований неуклонно, ибо верен обещавший». Заметьте, что мы прогрессируем от веры к надежде. У нас есть надежда, которая основывается на нашей вере. Мы исповедовали нашу веру, теперь мы исповедуем нашу надежду. Здесь говорится неуклонно. Почему? Почему говорится? Будем твердо держаться исповедания нашего. Причина в том, что есть множество сил, которые будут противостоять этому. Большое давление встанет против нас. Множество того, что будет пытаться подавить нас и подорвать нашу веру. И это сражение решимости, это сражение терпения. В заключение, я должен сказать вам, неохотно, вера будет испытана. Неиспытанная вера не имеет никакой ценности в глазах Божьих. Иисус сказал Лаодикийской церкви, «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное». Это настоящая вера, выдержившая испытание. В древние времена золото, которое не было очищено огнем, не имело никакой ценности. И вера, которая не была испытана, не имеет никакой цены перед Богом. Позвольте мне процитировать вам заключение из послания Иакова, 1 главы, стихи со 2 по 4. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны, во всей полноте, без всякого недостатка. Хотите быть полными и совершенными, вы должны позволить терпению совершать свою совершенную работу. Это испытание, через которое вы проходите, и Петр говорит где-то, «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвалия чести и славе в явлении Иисуса Христа». И позвольте мне сказать одно последнее слово вам, которое, наверное, вы бы не желали, чтобы я говорил. Есть только один способ, как мы можем научиться терпению. И знаете какой? Терпеть. Правильно. Да благословит вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова